МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что по поручению президента правительство выделит 30 миллиардов рублей на ремонт автомобильных дорог. Средства будут направлены в 84 российских региона. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита, в их числе возможность получить отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал этого года. В Амурской области за паводкой эвакуированы более 2,5 тысяч человек. На территории области развернуто 10 пунктов временного размещения. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В Турции с 1 июля будет снята часть ограничений, введенных из-за пандемии. В частности, будет отменен комендантский час, а также воскресный локдаун. Вновь будут разрешены междугородные перевозки. В Колумбии продолжаются протестные акции против налоговой реформы, а также социальных и экономических мер правительства. Демонстрации переросли в ожесточенные стычки населения и полиции. В Госдуме открылась выставка, посвященная 20-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Москвой и Пекином, а также столетию Коммунистической партии КНР. Инициатором её проведения стала фракция КПРФ. И это неудивительно. Первый договор о сотрудничестве коммунисты двух стран заключили ещё четверть века назад. Сегодня Геннадий Зюганов называет это взаимодействие стратегическим партнёрством. Две модернизации за последние сто лет преобразили мир. Ленинско-Сталинская, которая возродила распавшуюся империю в новой форме, форме СССР. И китайское чудо, которое показало пример, что даже в условиях системного кризиса можно добиваться выдающегося результата. Я в Китае каждые два-три года бывал последние 30 лет регулярно. И на глазах видел реализацию гениальных идей, которые заложила Компартия. Видел реформы Дон Сяпина. Современная Китай демонстрирует всему миру великие перспективы социализма, подчёркивают организаторы выставки. Главным критерием развития в республике сделали принцип «человек в центре всего». Страна преодолела нищету, построила самую сильную экономику мира. Компартия Китая объединила марксизм с реальностью Китая, сплачивая и ведя за собой весь китайский народ, добилась национальной независимости и освобождение и, наконец, нашла правильный путь к процветанию и могуществу. Это социализм с китайской спецификой. Устойчивая политическая система КНР – вот залог успехов современного Китая, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 20-летнее сотрудничество двух стран он назвал плодотворным и важным. Это действительно отношение нового типа между двумя супердержавами, которые строят их на принципах открытости, взаимного уважения и всеобъемлющего взаимодействия. За последние 20 лет товарооборот между странами вырос в 13 раз. С каждым годом экономические контакты все многограннее и крепче. Приходится встречаться с китайскими инвесторами. Даже приезжают в Москву в комитет, спрашивают, как можно, где можно, надежно, ненадежно. Даже приходилось в рамках комитета решать налоговые споры, помогая правильно ориентироваться и вовремя платить налоги в федеральную казну России. Сегодня значение сотрудничества стран-соседей трудно переоценить, говорили на открытии выставки, в нестабильной геополитической ситуации России и КНР лучше держаться вместе. Мы считаем, что стратегическое партнерство сегодня для всех нас, какие бы мы идеи не проповедовали, имеет спасительное значение. Американские глобалисты объявили нам войну. Можно изображать что угодно. Но они объявили России войну, потому что единственная сторона в военно-политическом плане может ответить на самые агрессивные вызовы. Но они объявили войну и Китайской Компартии, потому что прекрасно понимают, что эти результаты добились именно под руководством Компартии Китая. Я считаю, что все мы должны учиться друг у друга. В завершении своего выступления Геннадий Зюганов отметил, что партнерство Пекина и Москвы является важнейшим условием поддержания глобальной стабильности в мире.